приветствую друзья сегодня будем ставить discovery на тг-3 пристреливать его и заодно сравним с версией джин 2 прислали на тестирование и если все нормально все у нас пойдет в продажу почему возникла такая необходимость дело в том что наши друзья производители несколько стали халтурить на не разослали блогерам хорошие демо версии сделали хорошую рекламу прицел действительно заслуживает внимания и уважения он пошел в продажу но некоторые из поставщиков заметили что пошли не очень даже хорошие изменения в этих моделях то есть попросту говоря товарищи начали немножко халтурить я настоятельно рекомендую вам посмотреть это видео до конца потому что это как раз не рекламный обзор тот как вы понимаете было рекламными прицел потом оставили после обзора здесь же если оптика окажется негодной она просто уйдет назад поставщику поэтому как бы терять нечего и смотрите я себе здесь выписал список пообщался с некоторыми поставщиками которые сами стрелки изучают свои прицелы то есть есть у меня партнеры я стараюсь работать с теми людьми которые отвечают за качество своей продукции который как раз возили эти прицелы и выявляли все вот эти недоработки я себе здесь даже сделал списочек с какими негативными моментами столкнулись в других партиях прицел первое это люфты барабанов это обязательно мы проверим на тестовом образце естественно ничего подобного не было клики в разную сторону крутятся по-разному у меня два всего экземпляра было там я разницы не видел сказали что по механике они не отличаются но это естественно мы с вами проверим стекло самое главное не везде хоя японская то есть есть дисторсия с масс сетки и повышенный хроматизм по краям бордово-фиолетовый вот это я считаю самый главный на косяк который вы как конечный потребитель вряд ли сможете отловить потому что для этого нужно либо референс на стекло ну либо иметь богатый опыт чтобы увидеть нас как раз есть и знание и референсный прицел мы будем ставить как раз тот прицел который был у меня в обзоре и сравним его со второй генерации так еще косяк какой отстройка от параллакса дальше 300 метров не отстраивалась это тоже мы сегодня обязательно проверим то что будем стрелять на дистанцию дальше 300 метров резкость отстраивается параллакс нет кирпичная вкладка на 750 метров но у нас нет кирпичной вкладки на 750 метров на дальше 300 метров мы посмотрим и пишут что партия ген 2 годная от второй половины октября но это перестраховка чистой воды потому что у разных поставщиков были разные прицелы и июльской и августовской партии у меня по моему тестах он августовский не октябрьский явно и вот беглый осмотр мне человек хотел купить этот прицел но я сказал пока не выпущу видео не будет продажи я бегло пока разницы не увидел конечно сейчас мы посмотрим референсный прицел и уже сделаем определенные выводы ну давайте теперь на него поближе посмотрим и определим в чем же у нас разница вот у нас ген-2 видим двойные надписи на барабане discovery optic бегл осмотрел честно скажу разницы оптики пока я не заметил ген-1 обзорный прицел видим что на барабане надписи у нас одинарные и нет сбоку надписи джен-2 название модели так кстати вот ростовский кронштейн под них нужны увеличенные расстояния сейчас уже производитель знает и когда вы будете заказывать крон то говорите что именно под эту оптику кстати наиболее оптимальный комплект вот сейчас мы видим тг-3 ростовский кронштейн и прицел едпрс это вот наверное наиболее оптимальный комплект начинающего стрелка успел взять ланкастеры до того как они стали нарезными вот вот вам интересный вариант здесь кстати тоже другой барабан отличается он по форме пока ушечку вот ген-2 у нас это жирный надпись больше здесь и барабанчик такой фигуристый но в целом очень они похожи по оптике сейчас еще через насадку более детально сравним как-то такой для пола все готов наблюдаю давай в эту левая мишень правая нижняя 2 короче слева вот сюда да вот так так это джен-2 у нас так сейчас тебе скажу круто не два клика вверх и клик вправо так вот это у нас джен-1 здесь аберрации даже больше синих у на солнышко с выглянуло там солнышко не было и немножко фокус настроен по-другому и прицел не обнулен в отличие от того но вот честно скажу я разница в картинке не вижу вообще если в этом экземпляре моем джен-2 стоит не хое то очень близко похоже по параметрам либо я глазом ее не могу отличить не знаю на посте посмотрим засветка тут идет но это вот максимальная лучшая картинка которую я могу сделать через насадку вот разница в комплектациях джен-1 джен-2 коробка другая и все более скромные бленда 1 здесь 3 зачем нужно три бленда и не знаю но было предположение что для заполнения оптики карандаш вот этот лэнспен приблуда для установки но она здесь есть вот ее здесь сохранили но добавили сюда крышечку заднюю кстати сказать чего не было пусть можно снять ту штуку которая сбоку куда мы сюда и крепили сбоку и вместо нее использовать крышечку а здесь здесь нет вот принципе в чем отличие ну и вот это вот штука которая чекин инспекшн она вот каждому прицелу прилагается здесь она тоже есть мы обязательно сейчас все это проверим комплекте не шло колец а у меня кстати есть вот такие вот шикарные кольца стальные zero delta называется низенькие для охотников песня просто стальные кольца м5 у них винты под торкс просто песню поставил на вот эти кольца и с ними буду работать и так что могу сказать сетка актуальная не буду я делать тест поверьте на слово и плюс мы сегодня стреляли на 375 метров я корректировал стрелка с таким же прицелом у нас все одинаково было абсолютно я не вижу смысла тратить не свое не ваше время даже по своей вот этой оптической скамье здесь сколько там 343 муа должно быть в одном миле она так и есть если сюда посмотреть и сделаю фотографии можете посчитать кому-то интересно самое интересное они это по механике вообще не никаких претензий нет но они сказали что ничего не меняли у меня получилось вот вертикаль 3448 ма в одном клике или 01 0031 брат то есть вот такая погрешность запас поправок вертикали получился 37 и 7 брат и вот мне писали в комментариях я спрашивал сколько поправок у вас напишите пожалуйста и вот смотрите что мне написали что я мог найти референс на это тот который был у нас на первом обзоре 37 93 37 и 8 35 и 9 38 но и это тоже где-то 38 получается то есть в принципе это реальный запас поправок больше чем они там его позиционирует своих документах и самое интересное давайте сравним что там в коробочке то было написано так а в коробочке написано так вот all trail distance range and making correct up down так вот как они прислали на обнуление так она у меня и стояла здесь написано 19 и 2 и 18 9 у меня 19 18 7 но по два клика я не докликал никаких мертвых кликах там нет я совершенно до упора может быть не дожимал и с каждой стороны по два клика не докликал ну как видите проверяют они прицелы действительно проверяют здесь я не могу ни к чему придраться у меня почти один в один получилось по сравнению с тем прицелом который мне прислали на обзор там отличалась у нас все это дело кстати дата производства оптики 14 сентября 23 года то есть это сентябрьская у нас уже партия они августовская как я вам сказал 0 4 лево вертикаль не выноси я вы выбрал ее поправкой цель без вопросов повтори недолет не торопись также 0 4 лево цель в нижний край 03 лево повтори так 0 1 вверх возьми последний выстрел у тебя цель красавчик в центр прямо зашел ну отлично 375 метров ланкастер тг-3 при ноги привыкнуть надо так тренога тг-3 пули покажи патрон остались еще то будут спрашивать я лишь не в курсах так не ты пачку то мне тоже дай так fmg 18 калашниковские патроны партия тебя смотри скорость тут 690 написано вы им замеряли 750 до получилось 730 написали поправка у нас составила 47 стреляли 4804 брали на ветер ветер где-то с 7 часов вот такой патрончик у нас ну отличная стрельба я считаю надо увеличивать дистанции но патронов у нас 2 до осталось короче закупайся патронами будем увеличивать дистанцию отлично ну что вот у нас гонг тридцатка 08 мрада на дистанции 375 метров четкие попадание ну что сказать заключение из того списка дефектов которые я вам озвучил на изучаемом экземпляре не было ничего люфтов барабанов нет клики четкие во все стороны на всех барабанах по механике они вообще не отличаются но чуть-чуть там не совпали но это бывает такое и на прицелах более высокого уровня что чуть-чуть есть разбег это неизбежно это все таки механизмы не электронные где-то можно все четко выдержать здесь есть механическая обработка поэтому такие погрешности здесь присутствует цена клика четкая сетка четкая хроматизмов я никаких не заметил бордово фиолетовых отстройку от параллакса на 300 метрах вы сами видели мы на 375 метров стреляли без каких-либо проблем резкость отстраивается и у меня это получается сентябрь этот прицел соответственно данный прицел в продаже как говорится кто вперед успел того и тапки спокойной совестью могу продать в принципе ждем следующую партию и будем работать с этими прицелами может быть мы не заслали опять экземпляр заведомо исправный потому что у меня в этот раз совпало полностью со спецификациями что достаточно редко бывает тем не менее все как есть показываю без утайки как я в самом начале сказал это не рекламный ролик поэтому можете всецело доверять по поводу ланкастера был приятно удивлен тем что достаточно легко удалось попасть в гонг будем отодвигать дальше стрелок первый раз стрелял с треноги и тем не менее мы успешно поработали то есть будет контент у нас еще и по ланкастеру поэтому не переключайтесь спасибо за просмотр пользуйтесь качественной оптикой покупайте у проверенных продавцов спасибо за